Дагестан Страна гор и сказочных пейзажей Многонациональный край, кладезь традиций и обычаев Кто побывал на родине Шамиля и Расула Тот не раз сюда вернется, оставив залогом свое сердце Земля Дагестана богата своими природными достопримечательностями О поездке в один из красивейших уголков Дагестана Сегодняшний фильм Лагский район прекрасен, своеобразен Имеет свою изюминку В принципе, в Дагестане все районы имеют свою изюминку Все они прекрасны Какой-то район славится своими горами Высокими, высокогорными Какие-то районы с сохранившимися традициями Ну а мы направляемся в сторону села Бурши Чтобы в очередной раз попытаться с Тимуром взобраться на гору На гору Пабаку Если рассматривать Дагестан в качестве территории для горного туризма То мало найдется конкурентов этому региону среди прочих в России Итак, наш путь лежит в высокогорный Лагский район Дагестана А нашей целью является гора Пабаку Ее изюминкой по праву можно считать ее необычный пирамидальный вид Высота данной горы составляет 3997 метров над уровнем моря Горные перевалы, бушующие и кристально чистые реки, водопады Все это будет сопровождать нас на всем протяжении нашего пути Именно таким нам запомнился высокогорный Лагский район Дагестана Отправная точка в горе Пабаку является село Бурши Вот данное село осталось позади нас Мы спустились в села и будем направляться в сторону туристической базы Здесь есть туристическая база по моим прошлым видео, возможно вы и видели Туристическая база Бурши и старт к пешему походу, к пешему маршруту Потому что дальше уже на машине не проедешь Добрались до базы Бурши Вот наши вещи, точнее это вещи Тимура Палатка наша Погода сегодня у нас пасмурная Ну благо такого дождя проливного сильного нету Так покапывает иногда Но сухо, самое главное дорога сухая Бурши Что касается гertрога На фашно не блин Не блин Добрый день Что-то 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 в общем осталось позади турбаза бурши мы отошли от нее где-то порядка 700 800 метров сейчас направляемся в сторону подножия горы Бабаку экипировка есть палатка каремат теплая одежда все что необходимо есть погода в принципе неплохая палящего солнца нету единственное пасмурно не знаю вечером если пойдет дождь то будет конечно большая влажность и создаст нам неудобство но будем надеяться что все увенчается успехом и мы достигнем вершины горы по Бабаку завтра и достигнем намеченных целей все удачи нам удачи нам и все Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вода очень бурная, а вот противоположная сторона, откуда мы в принципе идем. О, там позади осталось село Бурши. Вот это вот Тимур, а это я. То солнышко открывается нам, то тучи показываются. В прошлом году мы были здесь в ноябре и такого зеленого красотища мы не видели. То есть, те альпийские луга зеленые. Прям словами не передать, это надо увидеть собственными глазами. Очень красиво. Соединение двух рек. Слияние, да, двух рек. Где-то в этом районе я в прошлом году потерял свой дрон. И только сегодня мне его вернули. Красиво? Где мост? Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Местный чабан сказал, что около 3000 голов баранов здесь спасется Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этот путь стоить преодолеть только ради этих божественных видов Вы сами в принципе видели на видео увидите на видео какие здесь прекрасные зеленые альпийские луга ручья текут с вершин холмов не просто ручья талые талая вода родниковая талая вода мне подсказывает тимур а сейчас сзади меня вы сможете наблюдать дагестанский кайлас заповедная территория а здравствуйте товарищи туристы вас нужно поздравить с восхождением поздравляю что как получился самое главное вот тоже живу довольны были по поднялись четко мы уже третий раз но идем но никак и мы туда наверх не поднялись вы-то знали марш на и вас есть с вами трасса знали пошли в гребне октябре будем писать и сейчас октябре чудом повстречавшийся нам местный житель и по совместительству проводник подсказал где комфортно можно разместить и разбить свой лагерь а главное недалеко от воды ближе к закату в горах похолодало и мы поспешили к месту своей ночевки разбив лагерь мы приготовили себе вкусный ужин после чего легли спать так как нам нужно было выспаться и восстановить свои силы перед завтрашним штурмом горы на завтрак значит у нас сегодня овсянка купили вот такую овсянку по дороге овсянка быстрого приготовления она еще содержит получается манго инжир и финик то есть должно быть питательно должно быть полезно и должно хватить надолго вот посмотрим она просто готовится очень просто заливается сюда горячая вода и прямо сюда и все это течение пяти минут настаивает спустя ул готова к употреблению величественная гора казалось очень грозной внутри меня как будто бы все тряслось это чувство мне знакомо еще с эльбруса когда внутренние страхи пробуждаются и становятся у тебя на пути страх это чувство свойственное человеку без него человек не однако переступая и осиливая внутренние страхи твой дух уже ничем не остановить видите ли здесь туристов горных восходителей оказались знакомыми сейчас вместе с ними будем идти гуру вот они здесь на лошадях подъехали с 10 вечера ехали на лошадях из кулинского района вот тимур вот из всех этих четырех туристов три девчонки один парень когда нам встретились эти ребята ко мне вернулась некая надежда надежда на то что на этот раз мы точно не заблудимся и найдем дорогу до вершины отношения меня с этой горой особенные я всегда на нее смотрю особенным взглядом особенным чувством но две попытки совершить восхождение на вершину не увенчались успехом а 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 и встретили в горах нашу коллегу ума правда она прет как танк пример для многих мужчин до подожжения да она уже здесь была правда со стороны коли сейчас отсюда вот девочки банда слушай ну для парниковых они честно сказать лучше идут чем я прошлый раз мы вас ждем потому что ртом у тебя кислородная голодать потихоньку ума по самому опасному участку прошла вот сюда доберешься здесь уже более не менее ровно идет 2 штуки вот они идут 2 цвет камней красавица Три, три штуки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот тропа Я на гребне Я на гребне Осталось пройти по этому гребню И все, и вершина по баку Это блаженное чувство Это сладость, которую ты ощущаешь, когда достигаешь своей цели Вкус победы он непередаваем Друзья Вот здесь импровизированная каменная конструкция А вот по гребне идешь и до вершины Посмотрите, какой здесь обрыв С этого гребня Боже, неужели все это мы преодолели А вот красавец С гора по баку Вот идет Тимур Красавец Мы ушли тогда, чтобы идутся еще раз Да Слушай, ну тогда я такого удовольствия не получил бы, как сегодня, Тимур Тогда была горняшка, тогда было тяжело Сейчас Машала Красота Блин, оказывается, смотри-то совсем Два-три гребня преодолеть надо было, и все Ума тоже подступает Почти двухратный чемпион Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Свешилось чудо, и мы оказались здесь, да? В вершине горы Обидно, что ли? Обидно? Так же бывает всегда Ты делаешь какие-то действия Занимаешься, пытаешься что-то подарить А потом обидку ловишь Передаем всем салам Пирюкель, зря ты не пришел с нами В общем, вершину мы Преодолели путь к вершине За три с половиной часа Высота 3977 Вот Гребень, по которому мы шли И, собственно, сама вершина Ребята Фоткаются, да Но если подняться на эти камни То будет 4000, наверное, ровно Такая вот здесь красота Цель Достигли Которую мы перед собой ставили Так что вот так вот Поехали 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 Поехали